всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале я кроме астрологии еще очень интересуюсь историей мне просто очень очень всегда интересные исторические персонажи кстати я отслеживаю царскую семью российской империи у меня очень о многих есть не просто описание а даже минуты их рождения то есть вся вот эта царская семья которая погибла вы знаете как трагически я о них обо всех могу сделать видео вы мне пожалуйста в комментариях сообщите интересно ли вам это или нет ну и конечно же я сделала опрос где узнала у вас интересно ли будет если я вам сделаю видео об исторических персонажах очень многие поинтересовались николаем вторым спасибо вам за этот интерес проявленный мне очень важно ваша точка зрения поэтому пожалуйста принимайте участие вопросах как можно чаще я буду еще и еще задавать вопросы вам пожалуйста отвечаете николай 2 родился 18 мая 1868 года но в царском селе это в общем-то санкт-петербург времени его рождения я не знаю вообще вот о картине которую я вижу по космограмме я понимаю что не сладко очень было николаю второму с его папенькой потому что у солнца есть жесткая такая оппозиция от сатурна да и солнце само стоит хоть в знаке зодиака телец она говорит о том что человек этот был приземленный довольно практичный но солнце на выходе из знака зодиака она уже довольно слабая то есть теряющая свою силу и не еще не приобретшая силу следующего знака вот такой был безвольный не рыба не мясо но то что оппозиция от сатурна говорилось о том что папенька его был очень жесток к своему николаш у этого сатурна есть от юпитера трин это вот просто шикарный аспект подарка и это указание на то что члены старшие члены семьи этого человека были очень влиятельными и резонансными личностями ну еще бы родиться в царской семье посмотрите этот юпитер стоит в соединении с луной как вот не крути а луна находится в знаке зодиака овен даже если николай родился скажем чуть чуть раньше в эти же сутки ну например в начале суток луна стоит знаке зодиака овен и в конце суток если бы он родился луна все равно стоит в знаке зодиака овен и это говорит о том что николай был такой знаете человек довольно спокойно относящийся к бытовым условиям он запросто мог переночевать в палатке где-то в полевых условиях то есть в этом отношении он не был таким уж прям придирчивым ну а также так говорилось о том что внутренне он был бойцовски настроен на жизнь и вот здесь нам малодушие я бы не делала никаких никакого упора человек этот малодушным не был напротив внутренний был очень собран и очень мужественен постольку поскольку луна так или иначе стоит соединение с такой планеты как юпитер это указание на то что в семье было очень много детей и в принципе членов семьи было много а также на то что эта семья была и состояла из иностранцев а мы знаем да что иностранные принцессы приезжали в нашу страну женили замуж выходили за наших князей да из-за наших будущих царей императоров и конечно это луна еще указания на то что у этого человека влиятельные родители но не все коту масленица вот вы знаете очень многие но завидуют вот таким королям представителям там династии даже вот сегодня до великобритании вы знаете что есть короля я живу великобритания слежу за семьей великобритании за королевской семьей великобритании и оставлю здесь в описании ссылочку на целый плейлист о членах королей и вот многие очень завидуют ах они родились таких семьях ах у них замки ах у них земли вы знаете сколько людей ко мне приходит на консультацию совершенно счастливые натальные карты у них прекрасные отношения с родителями прекрасные отношения с братьями и сестрами но они при этом не являются не королями не влиятельными семьями и вот такой вопрос от прожить с такой картой из такой жесткой жуткой судьбой как у николая второе но при этом родиться в королевской семье или родиться в незнатной семье но где все любят друг друга ценят друг друга прожить по большому счету очень счастливым человеком понимаете так зачем нам завидовать кому-то к чужой судьбе которая вот такая вот трагическая посмотрите от его луны а это внутреннее состояние это семья это его будущая жена это в принципе его мама да такая же скотня как уран квадратура и квадратура венера то есть в семье его не любили в семье его отвергали он мог подвергаться наказанием причем очень жестким мама была взрывная потом этот взрывной характер принес передался ему или мама там болела переживала а потом эти болезненные переживания передались ему или мама была в жесточайших жду чайших условиях потому что но представьте вокруг тебя это же сколько народа вращается и ты каждый день думаешь что на тебя могут совершить покушение вы помните что вообще в россии в те годы происходило уран это революция то есть революционное настроение и николай с этим жил он с маленьких своих самых самых ногтей он видел как его дедушку жестко просто растерзали понимаете убили вообще и вот он поджил вот под страхом революции что собственно говоря с ним и с его семьей произошло впоследствии вот она вам как прокрутилась это уран это революция это безден еще в итоге да они очень были богаты так где они потом оказались просто в нищете вот она вам из-за урана из-за революции убрались из семьи деньги да а это венера этот карманные деньги то что мы лично то чем им мы лично владеем то есть вот она потери денежные из-за революционного настроения а кроме того луна это еще и родина род традиции и здесь удаление традиции путем революции вот что такое квадратура и вот этот человек жил вот с такими вот настроениями внутри себя он каждую секунду боялся за себя и за жизнь своих детей мы все прекрасно помним как он взошел на престол то есть он вынужден был жениться когда его папа умирал папа был против супруги а супруга в его гороскопе это луна а венера в его гороскопе это официальный брак и посмотрите как эти две планеты жестко между собой ссорятся поссорены они они у них квадратура они не понимают друг друга то есть он любит а ему говорят не можешь жениться любовница у него была матильта кшесинская тоже претендовала на собственно говоря руку тогда еще молодого до принца ну при принца крови нет отказали не можешь жениться любишь но не можешь жениться вот она пожалуйста это квадратура между луной твоя жена и твоя любовь то есть это два разных человека тот кого ты любишь и на ком ты тот дача твоя кто является твоей женой то есть нету здесь все в разнобой здесь все разброс супруга на которую женился вот это алекс она в какой момент жизни она пришла в его к и к нему для того чтобы стать его супругой до когда папа его умирал то есть и тогда и по и в общем то когда он даже еще с ней встречался еще только ходили разговоры может быть она станет супругой отец семья его были против этой алекс были против абсолютно вот она пожалуйста хочу жениться но родители против а это венера это гармония против моей официальной жены венера это официальная супруга здесь жесточайшим образом случилось им жениться потому что умирал папа то есть опять же член семьи уходят из жизни у всех на виду это же было резонансное событие после того как они поженились все-таки с алекс вы помните когда он сходил на престол сколько людей погибло это ходынка да все это помнят этот праздник такой так называемые так кавычки я показала этот праздник это море людей просто погибло до сих пор не знают сколько же погибло в тот момент когда царь николай восходил на престол ведь недаром его назвали кровавым вот вот этот след он же постоянно идет след вслед за ним постоянные какие-то трагедии вот вам пожалуйста родина род традиции и вот пожалуйста вообще полная дисгармония в этом отношении ну и давайте сейчас посмотрим на тот день когда николай погиб погиб николай и вся его семья в екатеринбурге 17 июля 1918 года на этот момент на момент его на ночь его смерти посмотрите как жестко стоит плутон по отношению к его планетам в знаке зодиака овен а здесь его луна это душа этого человека здесь нептун то есть как он погиб затуманена задурманена никто до сих пор не знает четко как это было как что же там произошло здесь нептунка юпитер который тоже задурманивает затуманивает и он же резонансная планета об этой смерти узнали все даже за границы потому что юпитер это за граница и это иностранцы и плутон который отнимает полностью жизни кстати нептун отнимает жизнь тоже но при непонятных условиях вот она пожалуйста планеты которые отвечают за непонятно за непонятку за отъем жизни за жизненную энергию за душу человека они попадают под жесткую раздачу от плутона а плутон имеет второе имя бога царства аид то есть подземного царства мертвых здесь же еще мы видим что стоит такая планета как марс в знаке зодиака весы и она является оппозицией для всех планет знаки зодиака овен у этого царя и в принципе да здесь я понимаю что конец конечно логически в данной ситуации и очень трагически вообще вот если касаться жизни николая второго его сейчас канонизировали конечно царствие ему небесное и всей его семье и спасибо что мы сейчас он позволил нам о нем сейчас вспомнить и мы делаем сейчас это видео вспоминаем о нем но сказать о том что он был идеальным человеком или он был хорошим человеком сказать такое невозможно ведь если проследить всю его жизнь скольких он казнил сколько указывал на казнях подписал как он относился к событиям в своей жизни почему решил пойти войной на ну все помните до тысячи восемьсот четырнадцатый год то есть из-за этого решения сколько народа сгинула сказать о том что он ангел во плоти отнюдь и вот я например против канонизации ну его там не в святые до его в мученики поместили я за то что поместили в до такой статус мучеником далее его детям но вот он и его супруга это личности я вам скажу те еще понимаете и если мы копнемся вот еще в историю в частности он однажды подписал указ о том что казаки казаки это вольные люди я в частности из семьи казаков я из ставропольского края у нас казачество казаки это вольные крестьяне когда война они воюют когда мир они сеют пашут и только учатся воевать но от военные учения да и казаки написали царю там они писали неоднократно просили обмундирование все прочее не давали им это в ответ и они просто устроили бунт так вот царь своей рукой написал убить как бешеных собак вот эта фраза принадлежит ему понимаете то есть настолько жесткий настолько черствый человек и конечно же я но печальный его конец это очень трагический у него конец его жизни но понимаете он логичный вообще вот если копнуть в историю их семьи из чего она вообще началась до с убийством мальчика то есть вы понимаете при присваивать имя святых имя мучеников вот таким вот людям из такого рода все вот эти цари и все князья все вот эти роды великие до великие роды они почему такие великие почему они стали императорами королями и прочее да потому что они были самыми наглыми самыми дерзкими самыми жестокими и самыми хитрыми самыми коварными понимаете вот кто они такие, почему мы должны поклоняться им как святым. При этом, да, Царствие Небесное, просто им как людям, Царствие Небесное, конечно, много было сделано хорошего при его правлении. Насчет его жены и насчет его любовницы Матильды Кшексинской, я тоже знаю их даты рождения, рассматривала, я в теме, мне это нравится, меня прям вот несет сейчас, если вы видите. Я могу у вас спросить, хотите, я сделаю тоже видео о них и о том, как они друг с другом совпадали, да, вот почему Николай выбрал одну женщину, а не выбрал другую. Как было бы, развивались бы события, если бы он на Кшесинской женился, может быть он бы ушел, эмигрировал из России в тот момент, когда было опасно. Но почему-то он выбрал именно эту Аликс, и они все вместе погибли всей семьей. Если вам интересно, то, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, приходите ко мне на обучение. Я за звездный позитив. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok